Крокус, конечно, вы помните. Это произошло в этом году, а 20 лет назад произошли события в Беслане. Кто помнит об этих событиях? Отметит ли кто-то 1 сентября, 1, 2, 3 сентября трагедию, случившуюся в Беслане? Я сомневаюсь, что власти об этом вспомнят, потому что если они об этом вспомнят, то любой сможет сопоставить Беслан и Крокус. Что изменилось за эти 20 лет? Какие успехи ФСБ в борьбе с терроризмом? Ну и не только ФСБ, а в целом всего государства. Успехи нулевые. Более того, те, кто должны были бороться с терроризмом, теперь они проводят специальную военную операцию. И это тоже какой-то вариант борьбы с терроризмом, в кавычках борьбы и в кавычках с терроризмом, который приводит к жертвам сотен людей каждый день. Мы можем сопоставить количество людей, погибших от террористических актов, и количество людей, погибших за последние 2,5 года в течение СВО. Я же хочу вспомнить все-таки о Беслане, о такой символической для нашей страны трагедии. И снова обращусь к своей книжке «Вспомним Родину». Некоторые считают, что если я показываю книжку в очередной раз, то это тот же самый ролик, который я снимал совсем недавно. Нет, я многие темы затронул в этой книге, которая основана на дневниковых записях 20-летней давности и комментариях к ним. Буквально перед событиями в Беслане, за несколько дней, в Комитете Госдумы по делам СНГ и связям с отечественниками, в котором я работал, появился заместитель директора ФСБ, который должен был представить проект на ратификацию международного соглашения с одним из азиатских государств по поводу совместной борьбы с терроризмом. Я начал задавать неудобные вопросы о том, какова стратегия, почему мы на чужой территории собираемся бороться с терроризмом. Казалось бы, боритесь вы на своей территории. Как вы боретесь, я уже тогда видел. И я понимал, что без объявления стратегии, без ее обсуждения, без ее утверждения не будет ничего. Ну, в принципе, даже если какая-то там стратегия национальной безопасности появляется, ее принимают, ей никто не следует, это просто формальные слова для внешнего потребителя. Собственно, никто и не читает. Так же, как есть у нас всякие там этические кодексы для государственной службы, для суда и так далее. Никто этого не соблюдает, никто не смотрит, пока не разразился какой-нибудь скандал. Ну, тогда вот используется для репрессий против тех, кто провалился и не смог скрыть свою антинациональную, антинародную деятельность. Вот за несколько дней до Беслана пришел человек, я ему задаю вопрос, где стратегия, зачем нам какие-то договоры международные, где у нас стратегия борьбы с терроризмом. Ну, тогда, если вы помните, 2004 год, это еще Чеченская война идет. То есть, террористические акты в целую цепочку вытянулись. То есть, они были накануне войны, и буквально вот я написал здесь, и в течение войны тоже. Вот я пишу, 1 сентября, новый политический сезон начался, 1 сентября 2004 года. Новый политический сезон начался со взрывов в районе Рижского вокзала, это Москва. О наступлении террористов на Россию в Кремле знали прекрасно. Сегодня ясно, что и атака на Москву тоже была предусмотрена. Стало известно о захвате заложников в Беслане. Целая школа захвачена террористами, которые ездят по России беспрепятственно. Я сразу сказал, что все это закончится горой трупов. 3 сентября по интернету и по телевизору следили за развитием событий в Беслане. Кажется, мой мрачный прогноз о горе трупов оправдывается. Спецназу, как я понимаю, дали команду штурмовать под прикрытием операции по вывозу двух трупов, лежащих перед школой уже два дня. Теористы позволили забрать трупы, а когда их стали валить и взрывом сделали пролом в стене для проникновения штурмовой группы, они взорвали крышу спортзала, где сидела основная часть заложников. Потом расстреливали разбегающихся детей. Все это ужасно. 4 сентября объявили, что в Беслане погибло как минимум 320 человек, из них 155 человек детей. Это просто кошмар. Путин с этого момента не может считаться легитимным президентом. На его руках кровь детей, а особенно мерзкое его заявление о том, что мстители за все эти смерти будут рассматриваться наравне с боевиками. Он просто идиот, мент совковый, с собачьей привонью. Вот такой я оборот использовал. Мне не жаль, что на Радонеже, радио Радонеж, я говорил о нем как о двуликом политике, часть мозга которого загажена либеральными бреднями. И дальше небольшое описание того, как использовались эти события на пользу московского начальства. К вечеру отправился на митинг России против террора на Васильевском спуске. Удостоверение депутата открыло мне проход на Красную площадь, и я оказался за загородками прямо позади трибуны. На удивление не увидел здесь лиц, которых ожидал. Руководство Палат Парламента, членов правительства и прочее. Зато были во множестве московские чиновники и разные холуйствующие общественники. Начало митинга затягивалось, и мы побеседовали с Чуровым. Если помните, был такой руководитель Центральной избирательной комиссии, к настоящему времени скончался. Он, в общем, при личном общении, казался вполне порядочным человеком, но его деятельность в избирательной комиссии, конечно, вызывает всяческие нарекания. Он, Чуров, высказал немалую осведомленность в вопросах освобождения заложников и даже упомянул, что писал соответствующее руководство в бытность свою в Питере. Ну, то есть он оттуда же из спецслужб был, можно сказать, командирован в Государственную думу по спискам ЛДПР, к которым он не имел никакого отношения, но квота была выделена, и он получил депутатский мандат. Можно сказать, прошел проверку на этом уровне, а потом был назначен на высокий пост. Потом, правда, его утверждение, что штурм был необходим сразу, а проверка наш депутат от родины Михаил Маркелов. Немедленный штурм невозможен, поскольку бандиты сразу обеспечили себе преимущество в огневой силе, а наш спецназ очень сильно опоздал и прибыл, когда вся школа с заложниками была заминирована. Митинг прошел как нельзя более отвратительно. Оказалось, что все это чисто лужковская пиар-акция. Луи Лужкова просто не пустили на трибуну Дмитрия Рогозина, который прибыл из Великих Луг, проведя 4 часа в стремительно мчащейся машине. Дмитрий имел усталый и взвинченный вид. Трое суток в Беслане его сильно измотали и потрясли. И дальше я заключаю Путину. Снова представляется возможность решительно изменить ситуацию и провести кадровую чистку. Ну, ничего этого не было сделано. 13 сентября. Путин все-таки действует. Убрал своего полпреда по Ювау и отправил туда Козака, как-то слишком неловко приткнувшегося в правительственных структурах. Выступил с идеей выборов губернаторов законодательными собраниями по представлению президента и за выборы только по партийным спискам. Ну, высший идиотизм, вот с такими предложениями выступать после Беслана. Это использование ситуации для того, чтобы какие-то свои любимые идеи провозгласить. И поэтому я пишу. И все-таки это все выглядит достаточно вяло, да и неуместно. Особенно в сочетании с представлением возможности вести парламентское расследование исключительно дураку Миронову. Он тогда возглавлял Совет Федерации, а сейчас возглавляет одну из фракций правящей партии, партию «Справедливая Россия». Это глупейшая либеральная идея, попытка наступить на старые грабли. К такого же рода идеям относятся и возрождение народных дружин, и возрождение Министерства по делам национальности во главе с Трусом Яковлевым, занимавшим пост полпреда в Ювао до Козака и крайне скверно проявившего себя на этом посту. Почему таких просто не гнать в шею? Ну, ответ сейчас может быть такой, потому что они все такие. Они все такие. Поэтому некому гнать. И вот прибавление, которое я пишу в наши дни к этой дневниковой записи. Путин, как государственный деятель, всегда был недееспособен. Подтверждений тому масса. Практически каждый день случалось нечто такое, что показывало полную неспособность Путина руководить государством. Детали ситуации, которые наблюдалось в Беслане, были мне известны со слов очевидцев Рогозина и Маркелова, которые случайно оказались там, а также от тщательно изучившего дело нашего депутата и моего однофамильца Юрия Петровича Савельева, который в альтернативном докладе четко показал, что взрыв спортивного зала с заложниками произошел не по воле бандитов, а по воле Кремля. Оттуда поступила команда решить вопрос любыми средствами. И удар по залу нанесен был снаружи и с расчетом на взрыв развешанных в помещении устройств, чтобы упавшая крыша похоронила всех – и заложников, и бандитов. Но устройства, развешанные бандитами, оказались незамкнутыми в цепь и не взорвались, и бандиты стали его выводить уцелевших из зала. Получается, что кровопролитный штурм произошел по прямому указанию из Кремля, и не по воле тех, кто должен был этот штурм тщательно подготовить. Конечно, источником разразившейся беды была политика Путина по отношению к чеченским бандам, которые были ему так милы. Вероятно, с детства, когда он общался с кавказцами в среде мелкой питерской шпаны. Непротивление бандитизму обернулось страшной трагедией главным виновником которой был именно Путин и никто другой. И все жертвы нелепого штурма – на его совести, кровь жертв на его руках. Ни малейших сомнений в этом у меня никогда не было, и поэтому какое-либо взаимодействие с Путиным и его окружением было для меня совершенно невозможным. Добавим к этой трагедии еще одну, которая случилась прямо на днях и касается ситуации в Курской области и Курске, которые попали под удар украинских вооруженных сил. И это все подается как терроризм. Вы развязали войну. Военная операция против противника проводится на территории Российской Федерации. И какая-то, извините, очередная путинская дура пишет в ООН, что надо обратить внимание на террористическую деятельность режима Зеленского, который вот устроил все это на территории Российской Федерации. Ну так то же самое было устроено на территории Украины, которая была признана путинским режимом. Еще раз подчеркиваю, для путинского режима Украина существовала до момента начала боевых действий. Существовало как суверенное государство с признанными границами. Даже договоры по границе были заключены. Зачем? Я тоже спрашивал. Зачем вам делимитация границы? Зачем это нужно в этот самый момент? Ну, просто так должны быть четко обозначенные границы. Должны, не должны. Ну, вам оказалось наплевать, какие границы вы установили новые. Их, правда, никто не признал и, думаю, что не признает. И таким образом границы невозможно переносить. Совсем другие методы расширения государственной территории существуют, а эти не будут признаны никем и никогда. Ну, разве что очередная там закулисная сделка, как с Крымом, произошла. Вы забираете своего Януковича, признаете режим Порошенко, а мы закрываем глаза на Крым, хотя и очень сильно возмущаемся. Вот эта сделка за кулисами была проведена. В конце концов, это звено в цепи причин, приведших к нынешней войне. То, что Курск оказался под ударом, это, конечно, трагедия. Трагедия русского народа. Как и то, что города и другие населенные пункты четырех областей, которые Путин присоединил к Российской Федерации, не к России, к Российской Федерации. Россия – это все вместе. Историческая Россия – это совсем другая территория, не Российская Федерация. Но он присоединил, разровняв это все, разбомбив, поубивав кучу людей. Земля ему стекловатой, когда закончится его земной путь. Вот где истоки терроризма. Истоки терроризма в инфантилизме правящего слоя или правящей группировки и лично Владимира Путина, который не понимает, что политика не ведется по-пацански. Где-то его обидели, и он тогда вот развернулся. Никогда он не защищал никаких русских на территории Украины. Напротив, все предложения на этот счет были им и его окружением отвергнуты. Они налаживали отношения с Порошенко. А то, что потом произошло, вот, пожалуйста, вам конкретный виновник террористической деятельности. С той стороны тоже есть те, кто обстреливает мирные города, и те, кто обстреляли Курск. Это, конечно, тоже, но это нельзя назвать актом террора. Это военные преступления. Это даже покруче, чем террористические акты. Это военные преступления с той и с другой стороны. Любой исход этой войны будет поражением для России. Я отмечу, что, конечно, полный провал вообще всех структур, всего руководства разведки, ФСБ, армии, ГРУ и так далее. Никто ничего не стал делать. И я предполагаю, что наступление на курс стало возможным только потому, что это кому-то интересно в Кремле. И это повод для того, чтобы объявить осенью новую мобилизацию. Ну, надо же какой-то ужастик предложить. Вот этот ужастик. Достаточно ведь отвести только глаза. Вспомните теракты как раз вот тогда, перед приходом Путина к власти. Вспомните, Рязанский сахар. Ну, просто надо было отвести глазки в сторону, чтобы произошли взрывы в Москве и в Волгодонске. И здесь тоже немножко отвели в сторону глаза. Ну, якобы мы ничего не знаем, ничего не понимаем, не предвещаем никаких событий. И вот на тебе, никогда не было и вдруг опять, как говорил Черномырдин. Вот вдруг опять борьба с терроризмом в Российской Федерации на нуле. На нуле. Можете себе это представить? Огромная структура ФСБ. Чем она занимается? Ну, во-первых, политическими репрессиями. Во-вторых, крышеванием бизнеса. Это норма? Нет, конечно. Весь этот режим прогнил полностью. Его надо менять. Он будет сменен. Если не нами, то исторически будет сменен. Российская Федерация может распасться. И ни о каком расширении территории не будет речи. Потому что тотальный провал приведет только к этому. А нынешняя власть – это и есть причина тотального провала. Слава Руси, Господи спаси.